Приветствую вас. Давайте мы разберем ваш вопрос. С некоторых пор меня беспокоит сильная тревога. Временами просто не могу с ней совладать. Не пойму, что со мной. Возможно, это связано с отношениями с мужем. Что-то тревожит, но не пойму, что конкретно. Страх и неуверенность. В прошлых отношениях был абьюз, обман и измена. Видимо, продолжательно боюсь повторения этого сценария. Елена, ну, смотрите. Во-первых, у вас отсутствует запрос. То есть, ну хорошо. У вас страх и неуверенность. Значит, с ними что нужно? Ну, наверное, с ними нужно что-то делать. Как-то нивелировать их воздействие, перенаправлять куда-то. Вот эти нежелательные чувства, эту энергию, этот ресурс куда-то нужно перенаправлять. Но в вашем тексте отсутствует как бы запрос на это. Вот. Вы говорите, что возможно дело в отношениях с мужем. Но вы не приводите, не раскрываете никаких деталей своих отношений с мужем. Вот. То есть, по сути, вы не задаете вопрос. Если есть страх, то страх чего? Если есть неуверенность, то неуверенность в чем? И так далее. Вот все эти вещи вы, к сожалению, значит, в своем тексте не раскрываете. А это очень важно. Из-за этого создается такое довольно сильное чувство недосказанности. Возможно, это ощущение недосказанности, возможно, это ваша неспособность завершить мысль, придать ей окончательную форму и вызывает у вас тревогу. Конечно, это такой очень общий формат, это очень такая общая, как мне кажется, картинка. Вот. И, естественно, она не раскрывает всей сути вашей ситуации. Дальше. Вы говорите, с какого-то момента у меня появилась тревога. С какого момента? Давайте попробуем это выяснить, с какого конкретно момента у вас появилась тревога. Я думаю, вы помните этот момент. А что такое тревога? Тревога это часто импульс как-то отреагировать на ситуацию. Но если человек, например, вы, не завершает мысль, не превращает мысль в действие и так далее, то и выхода, получается, этот импульс не находит. Остается, получается, этот импульс постоянно в тюне и появляется, собственно говоря, тревога. Тревогу часто связывает и со злостью. То есть вот часто связывает тревогу с определенной злостью на что-то. Ну, например, на то, что нам не нравится. Например, на чрезмерное сближение человека, допустим, с нами. Например, на нарушение каких-то личных границ. Например, в вашем случае на повторение каких-то ситуаций в вашей жизни в новом ключе, на которые вы хотели бы отреагировать не так, как они того требуют контекста. То есть происходит какая-то ситуация. Вы с учетом своего опыта хотите отреагировать на нее. Как? Но вы не реагируете, потому что, ну, не разрешаете себе, условно говоря, это. Вот. И это, в принципе, тоже может запускать механизм тревоги. Вот. Потому что хочется как-то отреагировать, но, ну, нельзя, нельзя ведь. Вот. И все. И, в общем-то, энергия, которая выделяется для этого реагирования, она остается в тыле. Вот. А может быть, если бы вы опроекировали бы, может быть, вам было бы легче, может быть, вашему мужу было бы легче, он знал о том, что вас беспокоит и что ему делать, например, не нужно. Или, 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 где, где ему надо было бы пояснить свои действия, да, где ему надо было сказать, что вот я сделал вот то-то, то-то. Вот. И, и это, ну, это, это означает вот то-то, 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 вот. Но что этого не происходит. Поэтому я думаю, что тревога это вот в первую очередь то, что у вас возникает какой-то импульс, который, который, которому вы не позволяете развиться. Не позволяете выразиться. Вот. И он, соответственно, открывается в тыле и начинает что-то, что называется, фонить-фонить. Дальше. Страх имеет сложный механизм, вот. Зачастую это некая реакция на угрозу какую-то, ну, возможную для вас. Но зачастую это еще и про какие-то желания, которые мы не легализуем, то-есть, которые мы не допускаем, которые мы себе подавляем. Вы говорите, что в разных отношениях у вас был объем, обман и измены. Я думаю, что, ага, ну, помимо того, что это плохо и это вас травмировало. Вот. И еще неизвестно, а прожили ли вы травму, значит, которая в связи с этим у вас была и есть. Вот. Я думаю, что человек никогда просто так в отношения не вступает. И если получилось так, что у вас оказалось, ну, что вы оказались вот в таких отношениях, то, вероятно, это такие отношения, которые нас должны были как-то реализовать. То есть, вероятно, вы где-то в глубине души считали, допускали, что других отношений вы не достоин, других отношений вы не заслуживаете. И сейчас, когда, когда ситуация какая-то начала повторяться, да, может быть, как-то вот какие-то косвенные моменты стали проявляться, а у вас запустилась способная реакция, что другого вы не достойны, другого вы не заслуживаете. Соответственно, вот обязательно должно быть то, что вот вам положено. Положено вам измен, например. То есть, вам в какой-то степени может хотеться измен для того, чтобы подтвердить то, что вы о себе, например, думаете. Ну, всегда или не всегда это уже детали, конечно, конечно, но тем не менее. Вот. Поэтому вот такой аспект. Смешает то, что при наличии, в общем-то, довольно серьезной проблематики, да, смешает то, что при наличии серьезных, очевидно, трудностей, и вы мне задаете вопрос, оставляете вопрос открытым и как будто бы, значит, ожидаете, что вам еще что-то предложат. Вот. То есть, предложат, ну, еще какой-то вариант. На самом деле, не надо ничего ждать. Нужно просто идти на психотерапию, вот, и работать, прорабатывать все эти вещи, которые, значит, ну, которые вас беспокоят, да, которые вас тревожат, вот. И учиться по-новому, например, ну, относиться, допустим, к себе, да, по-новому, по-новому, допустим, относиться к людям вокруг, ну, вокруг вас, вот, и по-новому обращаться с тем, что вы чувствуете. Вот. Проанализировать ваше взаимодействие с мужем, да, вот, проанализировать то, как вы устраиваете с ним отношения с, ну, с супругом, с супругом своим. Я имею в виду, вот, и получить для себя какие-то ответы, да, какую-то обратную связь и так далее. Вот. Если мы говорим о сценарии, то сценарий, в том числе, в той его, в той его части, которая касается вашей активности, может быть, скорректированным. Также, также, посредством, посредством, ну, посредством психотерапии, вот, посредством индивидуальной работы. Вот. В частности, значит, с транзактным анализом. То есть, вот, работа в русле транзактного анализа помогает, как раз таки, нейтрализовать какие-то негативные влияния на сценарий. Вот. Тут, конечно, стоит отметить, что в объединенных отношениях вы оказались не случайно, вот, и, соответственно, то, какой вы были вступая в эти отношения, вы, скорее всего, в той или иной степени остаетесь до сих пор, вот. Поэтому, вероятно, ваши собственные изменения, изменения, также очень, очень, очень важны для того, чтобы вам было, ну, хорошо. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. На что обратить внимание? Самооценку, опору на себя, интерес к собственной жизни, внимательность к своим чувствам, вот, наполненность своей жизни и субъективное содержание ваших чувств к, например, вашему мужу, да. Вот. То есть, сейчас вы больше фокусируетесь на объективном, вот, нужно фокусироваться на субъективном. Всего вам самого доброго, удачи! Спасибо. Спасибо. Спасибо.